Всем привет, вы на канале Суперкит. Модем ZTE F30 Pro это 4G модем, который также умеет раздавать интернет по Wi-Fi. Устройство является новинкой от компании ZTE. Это не мой модем, но посмотреть и оценить работу возможность есть. Внешне он похож на своих собратьев, модем и свистки, но в этот раз предусмотрели подключение питания не только через привычный USB, а и с помощью кабеля Type-C, который идет в комплекте, что позволит его подключить, например, к планшету для обеспечения питания, чтобы этому же планшету и раздать интернет по Wi-Fi. Модем обладает поддержкой сетей 4G LTE категории 4 и имеет возможность загружать информацию со скоростью до 150 Мбит в секунду, а отправлять на скорости до 50 Мбит в секунду. В сети 3G на загрузку до 42 Мбит в секунду, на отдачу до 5,76 Мбит в секунду. В сети 2G GSM данный модем не работает. Категория 4 на сейчас является самой низкой в устройствах, работающих в 4G LTE. Тем не менее, для большинства задач этого будет достаточно. Поддержка Wi-Fi 6 на частоте 2,4 ГГц обеспечит работу в качестве роутера для подключенных к нему устройств и позволит обмениваться информацией между подключенными устройствами на скорости до 287 Мбит в секунду с максимальным количеством из 16 устройств по Wi-Fi и одного устройства, к которому модем подключен по USB. Сим-карта имеет размер нано. Как можно видеть, данная модель не обладает разъемами для подключения внешней антенны. Возможно, эта модель выпущена для замены модели ZTE MF79U. Тем не менее, модель MF79U все еще продается. По информации из интернета, модем поддерживает все частоты, на которых работают мобильные операторы в Украине. Для входа на страницу настроек нужно в адресной строке набрать 192.168.0.1. Данная информация указана под крышкой модема. Там же указан стандартный пароль admin для этой цели. Если модем подключен к компьютеру или ноутбуку через USB, то связь с модемом будет сразу после загрузки модема. Если соединение нужно установить через Wi-Fi, то сначала нужно подключиться к сети Wi-Fi. Название сети Wi-Fi и пароль к ней также указаны под крышкой модема. Первое, что нас встречает, это страница, на которой видна основная информация. Выбор языка, кнопка для подключения-отключения мобильного интернета, статистика по трафику, текущая скорость, количество подключенных через Wi-Fi, поколение мобильной сети, оператор, который здесь указан в кодовом виде, а не привычное название. В кодовом виде первая сеть это Vodafone 255.01. Следующая сеть это Kieftar 255.03. Еще одна сеть, которая сейчас работает у нас, это Lifesale 255.06. 255 это код для украинских операторов. Последние две цифры это номер сети. Тут явно просматривается порядок в получении лицензии. Если кому интересно, то 02 это был код у оператора Welcome и Mobi, 04 был зарегистрирован за оператором Intertelecom, который так и не построил свою сеть GSM, 05 номер оператора в Golden Telecom и Uni, и есть еще 0.7, код у Телла, он же сейчас 3MOP. В другом разделе меню настроек можно посмотреть информацию о номере телефона, качестве приема сигнала, другие данные сим-карты и версию прошивки модема. Вообще по разделам можно найти более подробную статистику по трафику, скорости, настройки уведомлений по потребленному трафику, чтобы не превысить необходимый объем. Кроме этого, можно посмотреть и изменить настройки сети роутера, изменить название сети, установить свой пароль, выбрать стандарт сети Wi-Fi и прочее. Поколение сети можно установить как только 3G, только 4G, либо отдать право выбора модему. Но главное, модем полностью готов к работе из коробки, нужно лишь установить сим-карту, предварительно отключив пин-код на ней. Кроме подключения к Wi-Fi, да и то, только если потребуется именно такое соединение модема и нужного устройства, которому нужен интернет, именно для раздачи интернета ничего не требуется настраивать. Если вас не сильно интересует статистика и изменение прочих настроек модема как роутера, то особой нужды на страницу настроек заходить и нет. Тест проводился в сети 4G, в точке, в которой я видел максимальную скорость и у модема ZTE MF79U. Оператор LiveCell утром показал скорости около 30, а один раз даже почти достиг 40 Мбит в секунду на загрузку и в среднем около 15 Мбит в секунду на отдачу. В вечернее время скорость больше держалась около 30 Мбит в секунду на загрузку и все-таки чуть ниже 15 Мбит в секунду на отдачу. Я бы сказал стабильно хорошие скорости. На таком интернете я достаточно долго прожил, по опыту использования скажу, что даже потоковое видео через AceStream с битрейтом 8 Мбит в секунду идет без каких-либо вопросов. Такой битрейт я отметил именно потому, что большинство спортивных видео в очень хорошем качестве как раз и транслируется с помощью AceStream. В случае работы в 4G сети Киевстар утренний тест выдал лишь около 13 Мбит в секунду на загрузку и 12 Мбит в секунду на отдачу. А вот вечером в среднем около 30 Мбит в секунду на загрузку и около 17 Мбит в секунду на отдачу. Здесь также можно подытожить, что скорости схожи с модемом ZTE MF79U, что наводит на мысль, что для скорости интернета все равно какой из этих модемов выбирать. А Киевстар имеет более низкие скорости потому, что в данной локации такие возможности сетей. Для сравнения провел тест через свой смартфон Poco X3 Pro. Смартфон, конечно, показал более высокие результаты, чем модем за счет более высокой категории 12 встроенного в смартфон модема. Данный модем также проверяю на возможность работы с другими роутерами в качестве USB модема. Можно спросить, зачем это нужно? Ответ прост. Мой роутер ASUS установлен стационарно. К нему подведены провода от провайдера, а также от устройств расставленных по квартире. В случае пропажи интернета я могу просто подключить USB модем к роутеру и все устройства будут с интернетом со стационарного роутера. Если же просто пытаться раздать интернет от данного модема, то количество стен совершенно точно станет преградой. Ловить-то он может и будет, но через три стены от такого USB модема роутера уровень сети Wi-Fi лишь последним делением цепляется за сеть, а скорость мобильного интернета при этом в лучшем случае будет до 3 Мбит в секунду. Так что идея не совсем уж и бессмысленная. Поэтому я подключил модем к роутеру с прошивкой от Zyxel, у которого, как и у роутера ASUS, нет проблем с распознаванием подобных модемов и убедился в этом еще раз на примере модема ZTE F30 Pro. Кстати, роутер ASUS позволяет, как и 4G роутер из недавнего видео, установить возможность использования мобильного интернета как аварийного варианта при исчезновении проводного интернета. Возможность подключить антенны в модеме ZTE MF79U дает некоторый плюс в возможности повлиять на скорость интернета. Наличие дополнительного гнезда TFC у модема ZTE F30 Pro, через которое можно дать питание модему, например, от планшета, упростит подачу питания. Также можно рассмотреть и другие отличия. У новой модели счетчик трафика мне понравился больше, потому что он по умолчанию без дополнительных действий считает трафик, а это и есть то, что нужно от счетчика трафика. MF79U может работать с SMS. Есть поддержка сетей 2G и самый главный плюс MF79U в том, что он быстрее загружается и регистрируется в сети. Так, если включить комп с подключенным модемом MF79U к USB, то модем успеет начать раздавать интернет, пока компьютер загружает операционную систему. А модем F30 Pro не успевает и нужно еще несколько секунд ждать. В некоторых прошивках ZTE MF79U имеет возможность выбора не только оператора, а и конкретной частоты. Правда, вариант, который был у меня с выбором частоты, не имел возможности работы с SMS. Видимо, в прошивку при добавлении одной функции вырезают другую. К новому модему F30 Pro можно подключить 16 устройств по Wi-Fi, а не 10 как у MF79U. Для мобильного интернета порой даже 10-20 см смещение модема в сторону и уже можно получить совсем другие скорости. Я старался показать максимум, сразу начиная тестировать в той точке, которая мне известна как самое лучшее место для мобильного интернета. Во всяком случае, для модема с категорией 4. И главное, что отметки под 40 Мбит в секунду достигнуты были. А значит, модем может давать такие скорости. Далее дело за мобильным оператором и максимально лучшем месте для расположения модема, что нужно в каждом случае рассматривать индивидуально. Когда только появились модемы с возможностью раздавать интернет по Wi-Fi, я относился к этому скептически, да и особо не было чему раздавать. И стоило дороже. Сегодня же я бы даже и не рассматривал вариант без Wi-Fi. Как минимум, он не помешает, а чаще всего полезен и упрощает жизнь, при том, что цены за устройство особо не добавляет. А вот к подобным девайсам, но со встроенным аккумулятором, я по-прежнему отношусь скептически, так как нет выключения и включения вместе с компом, так как аккумулятор все равно, скорее всего, небольшой по емкости, в то время как Powerbank на 20 000 мАч обеспечит автономию в работе модема на много часов. И Powerbank и так, скорее всего, у всех есть. А вот что делать со встроенным аккумулятором, когда он явно просядет по емкости от времени, это вопрос. Модем ZTE F30 Pro это отличный модем для организации выхода в интернет. Подключив к любому USB, который может дать стандартные 5 вольт, можно пользоваться сетью интернет в зоне, охваченной оператором мобильной связи. Возможность раздавать интернет через Wi-Fi позволит разместить модем в более выгодной точке с наилучшим сигналом и поделиться интернетом со всеми. Купить модем в Украине можно во многих магазинах, а в некоторых случаях даже с весьма интересным тарифом, который отдельно не продается у LiveSell. На Алике, как ни странно, такой модем не нашел. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok